Понюхать, потрогать, посмотреть. В оранжерее городского дворца детского и юношеского творчества состоялась экскурсия для школьников. На этот раз сюда пришли в основном первоклассники. Вот еще сортов больше. И когда ребенок может не только посмотреть, а прикоснуться и даже обоняние свое подключить, конечно, это им нравится гораздо больше. Но наши педагоги, безусловно, учитывают возраст детей, потому что возраст диктует продолжительность вот такого общения с растениями и занятий. И поэтому всегда проходит очень в интерактиве и, кроме того, для детей ненадоедливо, неназойливо. Ребятам рассказали, растения пахнут не для того, чтобы нам приятно было, а чтобы, например, защитить себя от жары. Так миртовое дерево выделяет эфирные масла и над поверхностью растения во время жаркой погоды образуется своеобразная защитная шапочка. Вот у меня в руках маленький парик. Давайте тоже понюхаем. Он тоже имеет эфирные масла. А сейчас я покажу, какой растение, который надо нюхать только издалека, потому что очень сильный запах. Называется плектрантус кустальниковый. Вот я сделаю вот так вот и издалека вот так на себя. Чувствуете? Очень сильный запах. В оранжереи Дворца детского и юношеского творчества более 300 видов растений. У каждого свои особенности. Есть яркие, пышные, а есть совсем не броские. И даже ядовитые. Например, любимая многими диффенбахия. Я впервые узнала вот о таком растении. Мне оно понравилось. Если там листочек оторвешь, то там есть такой яд, и он как оставит тебе ожог. После каждой экскурсии ребятам всегда дают возможность рассмотреть растения, которые понравились больше всего, и сделать фото на память. Узнала больше про эти цветы. Как они растут. Также нам рассказывали, как правильно поливать, как сажать эти цветы. Чтобы попасть на экскурсию в НЖЭ, необходимо следить за информацией на сайте городского управления образования. Там регулярно обновляется план мероприятий в рамках программы «Активное лето». Все каникулы в Дворце детского и юношеского творчества будут проходить мероприятия для школьников. Музыкальная гостиная, всевозможные мастер-классы по рукоделию и спортивные состязания. Уже с начала лета в общей сложности мероприятия посетили чуть меньше тысячи ребят.